Окна Сибиллы. Небольшой город с населением 3500 в 17 километрах от города Сибилл. Бальнелогический курорт. Вот иногда как влюбишься в какой-то город, так приезжаешь сюда, умиляешься, восхищаешься старинными домами, представляешь какие-то романтические истории, быть может, в этом доме произошла какая-то история несчастной любви, очаровательной девушки, может быть, это дом с привидениями. Здесь 15 солёных озёр, которые возникли вследствие обрушения соляных шахт. Окна – это значит шахты. Когда-то город ещё назывался Зальцбургом по-немецки, ни больше, ни меньше. Он упоминается в документах 1598 года, это точно, но не точно в связи с каким событием. В одних источниках написано, что здесь останавливался император Священной Римской империи Рудольф II в сопровождении Валашского воевода Михаев Витиазу. Рудольф II страдал депрессиями, бессонницами, повышенной утомляемостью, так что принимать ванны ему было совсем не лишнее. Но в других источниках написано, что здесь останавливался посол императора, направлявшийся в Константинополь. В начале XIX века, когда Трансильвания входила в состав Австро-Венгрии, здесь стал развиваться курорт, проводились химические анализы воды, был доказан терапевтический эффект. Чуть позже был открыт гелиотермальный эффект. Наши озёра покрывают тонкая плёнка пресной воды, через которую проникают солнечные лучи и прогревают воду на большой глубине. Довольно большая концентрация озёр, не Мёртвое море, но тоже 250-300 граммов соли на литр воды. Общая площадь озёр 7800 квадратных метров. На этой территории три озера – Хория, Кложка и Кришан, названные по именам героев румынской истории. Вода проникает, поступает из артезианских колодцев. Солёная вода с большой глубины. В начале XX века были построены эти очаровательные купальни в стиле венского сецессиона, в стиле модерна. Не восхищаешься этими формами, плавными перетекающими линиями, растительными мотивами в архитектуре. Рядом несколько трёхзвёздочных гостиниц. Номер стоит где-то от 50 евро, но есть в окна Сибилуи варианты и дешевле. Мы с мужем останавливаемся обычно в таком пансионате, который называется «Касса Окница». И номер стоит всего лишь 18 евро. Такая же ухоженная территория. Очаровательный балкончик, вот вы видите. Номера, отделанные деревом. Все удобства. Мы, которые отдыхали когда-то в затоке под Одессой, в домиках вообще без всяких удобств. Для нас это всё очень роскошно. Здесь есть и место для парковки, есть возможность жарить шашлыки, есть кухня, вай-фай. Так что всё необходимое для приятного отдыха. Кроме солёных озёр, здесь ещё и сапропелевые грязи. Народ мажется активно этой грязью, которая такая маслянистая, прям как масло. Сапропелевые грязи образовываются в результате сложных биохимических, длительных биохимических процессов. И вот вы видите, эти тёмные личности – это не черти, и мы не в аду, а это отдыхающие активно мажутся грязью. Грязь оказывает и обезболивающее, рассасывающее, противовоспалительное, бактерицидное действие, укрепляет иммунитет. После этих процедур кожа становится просто бархатной. Лечат и суставы, и женские, и мужские половые сферы, кожные болезни. Мой муж однажды отдыхал в Куяльнике под Одессой, и вспоминает с улыбкой, что его однажды намазали грязью, такие грязевые обёртывания, и забыли в кабинке на два часа. Он не знал, так положено лежать два часа или нет, и смеётся, рассказывает, говорит, я в два часа в грязи валялся. Но есть в Румынии курорты и покруче, например, Совата, где находится крупнейшее в мире гелиотермальное озеро Урсу. Ну, а окна Сибилы, городок, курорт такой более демократичный, бюджетный, ну, ухоженная территория, и все условия для отдыха, особенно семейного, здесь присутствуют. Так что румынская земля богата на всякие чудеса. Здесь находится 30% минеральных и термальных источников Европы, и много разных-разных возможностей для отдыха. Богата румынская земля, да, действительно, на разные чудеса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова